Ну что, дождались. Самый, наверное, интересный выпуск в этом году. Вернее, один из циклов выпусков, который, я думаю, будет всем очень полезен. И, в принципе, он, наверное, будет полезен больше всего мне самому. Итак, рассказываю вкратце, о чем пойдет речь, где мы находимся и что мы будем делать. Все вы прекрасно знаете, что керамические блоки и вообще теплую керамику порезованную рекомендуется укладывать на теплоизоляционные кладочные растворы. Производителей теплоизоляционных кладочных растворов на самом деле много. Вы все прекрасно видели и знаете в моих выпусках производителей Квикмикс. Это, наверное, пожалуй, единственный бренд, который вызывает у меня максимальное уважение. Ну и также есть куча и куча российских брендов. Какие мы знаем бренды? Пирел, Основид, Перфекта, ХГСТ, Юса. Там, ну я не знаю, Основид я назвал. Ну, короче говоря, их много, да. Там, Парамикс, потом теплые растворы выпускает еще завод Браер, завод Венербергер. Но если кто не знал, то завод Браер и Венербергер сыпет теплоизоляционные кладочные растворы на заводе Квикмикс. То есть это LM21 в свои просто мешки под своим брендом. Поэтому очень рекомендую сравнить цену теплого раствора на этих заводах с раствором LM21 на заводе Квикмикс. Я думаю, что вы приятно удивитесь. Так вот, мы теплоизоляционных растворов завода Квикмикс четвертый год подряд продаем, наверное, больше всех в Центральном федеральном округе. И уже в марте мы выполнили там стопроцентный годовой план. В определенный момент я просто подумал, что есть эталонная смесь, да, завод, который немецкий, выпускает все по немецким технологиям. И есть куча-куча всех российских. А почему бы мне самому не взять и не сделать свою собственную теплоизоляционную смесь? И как только эта идея пришла мне в голову, мы начали прорабатывать ее, изучили всех производителей, изучили все смеси, которые есть. Купили все эти смеси, разобрали их на составляющие, посмотрели, из чего они сделаны, составили собственную формулу, как мы считаем, более лучшую, получили приблизительно стоимость. И сегодня мы находимся на предприятии, где мы планируем разместить выпуск своих смесей. Что мы сегодня будем делать? Кстати, мы зарегистрировали уже товарный знак, бренд, который называется «Братство каменщиков». Под этим брендом мы уже выпускаем перемычки бескаркасные для каменной кладки. И теперь будем выпускать и теплоизоляционные кладочные растворы. Так вот, сегодня на этом предприятии мы посмотрим сухие смеси всех известных производителей и начнем их тестирование. Соответственно, что мы проверим? Мы проверим выход готового раствора из сухих смесей в литраже, посмотрим, сколько же получается реально, взвесим все эти мешки. И на первом этапе мы забьем все эти растворы в специально приготовленные формы из пира. Почему из пира? Потому что пир на сегодняшний день является самым оптимальным по теплосопротивлению. Потом мы эти формы отвезем в специализированную лабораторию и все эти смеси проверим на теплопроводность. Итак, первым этапом проверяем вес выход в литраже из сухого, а вторым этапом смотрим теплопроводность. Ну что, интересно? Начинаем. Итак, что мы имеем здесь из растворов? Мы имеем основит кладочный раствор для теплой керамики MS-144. Мы имеем Perfecto кладочный раствор, TreatMix LM, LM21P с пеностеклом, HGST, YUSA и два варианта кладочного раствора от Pirello. Один типа у них модный, а один не модный. Ну, типа для бедных считается, вон тот промикс. Вот. И, значит, наши растворы, соответственно, здесь тоже есть. Они уже предварительно, так как они еще в промышленном производстве не поступили и в мешках, поэтому они не упакованы, они на данный момент забиты вот в такие формочки из пира, про которые я вам говорил. То есть, как это у нас все будет выглядеть, да? Мы сейчас все эти дела сделаем и заполним их вот так теплым раствором. Потом отвезем их в специальную лабораторию, где в такую машину типа сэндвичницы мы их положим и проверим, какой же теплопроводностью они обладают. Для чего мы это все делаем? Я, конечно, не ставлю перед собой задачи какого-то из производителя засадить там, но будет полезно проверить то, что пишут в документах на соответствие реальностями. Но самую главную задачу, которую я перед собой ставлю, я не знаю, какие пока характеристики на моем растворе. Вот предварительно три образца уже были сделаны. Здесь разная консистенция, их уже давили, проверяли на прочность. Здесь, как вы видите, у них разные составы. Основная задача, которую я перед собой лично ставлю, это проверить, насколько хорошая формула получилась в наших растворах. Я допускаю, что она может на сегодняшний день быть, допустим, хуже, чем те смеси, которые здесь находятся. Если она окажется хуже, значит мы возьмем и будем ее дорабатывать. У нас есть для этого все рычаги, потому что некоторые смеси получились на сжатие 8 мегапаскалей, а достаточно 5. Соответственно, мы просто-напросто уменьшим ее плотность, добавим больше теплых добавок, условно теплых, снизим ее прочность и, соответственно, сделаем ее более теплой. Итак, это прежде всего нужно самому мне для того, чтобы понять, в каком диапазоне по теплоизоляционным характеристикам, по другим мы находимся. Поэтому будем сравнивать именно показатели уже существующими и дальше их либо подтягивать, а может быть так получится, что мы уже лучше всех. Ну, будем надеяться. Давай, первый у нас, первый у нас будет ХГСП. Ноль. Вывешивай. Написано 20 килограмм. Давай, сейчас это, Леха, иди сюда. Подожди, подожди. Леха, ты прям снимай близко. Вес 20 килограмм. Смотрим, сколько получится. Взвешивай. Как видите, все в нулях стоит. Так, разъедни чуть-чуть. Даже чуть показывает больше, 25. Все, снимаем. Так, где у нас здесь вес? Видишь вес, нет? 25. А, 20. Нет, подожди. Это у нас получается, тут и есть и 20, 60, 20, 65, 20. А где это понять? Какое-то наебалово. Давай, а знаешь, как предлагаю взвесить? Сейчас посмотрим, к какому значению будет ближе. Так, 80. Бля, где вот это вот написано? Сколько он должен весить? О, 24 килограмма. Ха-ха-ха. Начинается, блядь. Клади. Вот смотрите. А здесь такого нет. Здесь есть либо 25, либо 20, либо 17,5. Но я думаю, что вряд ли в 20-килограммовый мешок 4 пересыпали. Соответственно, получается минус килограмм. Привет, Пирел. Можно относить. Здесь написано 25, либо 20, либо 17,5. Да, посмотрим, сколько он весит. Ну, здесь получается 26. То есть, соответственно, здесь даже чуть побольше. Да, вот он лишний килограмм нашелся. Только в другой смеси. Так, следующий у нас Перфекто. 20 килограмм мешок. Линкер 20 килограмм. Бешен. Точно 20. Ноль в ноль. Вопросов нет. Так, 20 килограмм. Квикмикс. Обычный LM+. Ландхаус Мёртель. Это тот, про какой я вам как раз говорил, LM. Ну, давай, не подведи. 20,5. Все нормально. 500 грамм в подарок. LM21P, ребята, он с пеностеклом. Вот этот вот. Но, чтобы вы понимали, потом мы о выходах поговорим. 17,5 килограмм получается столько же раствора, сколько из 20-килограммового. Просто за счет пеностекла у него другая консистенция. Вешаем. 17,5 должна быть. Ну, что и требовалось доказать. Да. Следующий у нас идет основит. 20 килограмм. Вешаем. Четко 20, 0 в 0 прям. Все-таки на серьезных заводах с этим делом все нормально. Я сто раз уже убеждался. Потом у нас идет, значит, юса. Вот этот вот мешок. Давай посмотрим, с чего он должен весить. Ребята на упаковке не заморачиваются. Поставляется в бумажных мешках по 25 килограмм. Смотрим. Пам-пам-пам-пам. Рекомендую заводу проверить весы. Мне кажется, очень много в подарок идет. Сколько получается? Убери руки. 27,5. Плюс 2,5 килограмм. Не кисло вообще. Так можно разориться. Все. Взвешивание закончено. Пойдем проверять выход литража. Какая у нас сейчас стоит основная задача? То есть идея заключается в чем? Что есть, допустим, стоимость мешка смеси. Есть его вес. Но обычному клиенту важно не столько, сколько стоит мешок. А сколько стоит литр готовой смеси из нее. Сколько из нее условно можно построить, положить блок в штук. Вот, к примеру, если мы посмотрим вот эту смесь LM21P. То здесь написано, что из 17,5 килограмм сухой смеси. При затворении ее 10-11 литров воды. Мы можем получить 25-27 литров готового раствора. Соответственно, мы понимаем стоимость мешка. Делим на количество литров. Получаем стоимость литра. И то же самое я хочу проделать со всеми производителями. Потому что я уже сейчас бегло. Видел, что у некоторых стоит на мешке, что из 20 килограмм можно сухой смеси. Можно получить 21 литр всего лишь готовой смеси. А здесь из 17,5 можно получить до 27. И тогда будет нашим зрителям и нашим клиентам проще понимать, что они, допустим, купят условно более дорогую смесь, но ее просто тупо меньше нужно. Там на 20%. Вот и все. Потому что некоторые производители начинают хитрить. Они как бы показывают низкую стоимость мешка, но умалчивают о том, что этой смеси просто больше нужна клиенту. Вот наша задача сегодня проверить. Берем килограмм сухой смеси и смотрим, сколько в литраже из нее выходит. Все? Поехали. Что у нас получается? Давайте брать по максимальным отметкам. 27 литров. 27 делим на 17,5. Получается 1,54. То есть так и запишем, что LM21P из килограмма сухой должно получиться 1,5 жидкой. Так, пишем LM21P. Хотим, а вот здесь напишем имеем. То есть хотим 1, 1,5. То есть здесь будет 1 сухой, а это что хотим в литраже. А здесь напишем, что имеем. Ну, здесь можно написать уже 1 и посмотрим, что имеем. Считаю важным еще момент такой взвешивать и писать, сколько все-таки воды нужно на 1 литр. Для LM21P у нас получается, что из расчета, что 10 литров на 17,5 килограмм, будем по нижней планке смотреть, нам нужно 570 грамм воды. Давайте посмотрим, сколько получилось. 571 грамм. Значит, здесь записываем. 571 грамм на килограмм, правильно? Все, 571 грамм на килограмм. Разобрались. Ну все, вскрываем мешок, замешиваем, смотрим, что получилось. Ребят, такую же операцию мы проделаем со всеми смесями, да? Будем, я единственное буду говорить только, сколько рекомендует производитель. Если на мешке не написано рекомендации, вот, например, на Юссе я этого пока не нашел. Будем делать по аналогии с другими производителями, смотрим, что получается. Интересная сразу тема. Можно посмотреть, да, как вот выглядит именно раствор с пеностеклом. Вы видите, сразу в консистенции, здесь есть вот эти вот шарики пеностекла, которые как раз этот раствор и делают этим максимально теплым. Сними-ка. Потому что, когда вы мешаете вот на таких быстрых оборотах, вы можете разбить гранулу пеностекла, и она из сферической просто превратится в осколки. Но так как в данном случае нам пофигу, нам главное просто литраж. Но на стройке лучше пользоваться, конечно, бетономешалкой или специальным миксером на низких оборотах. Нет, в принципе, смесь нормальная получилась, то, что нужно. Я бы, может быть, еще бы даже ее и по суше сделал. Давайте сейчас подадим для чистоты эксперимента пару минут постоять, для того, чтобы все полимеры схватились, чтобы она набрала объем, потому что это будет правильно. Если мы сейчас этого не сделаем, то она, в принципе, еще не успеет приготовиться так, как нужно, чтобы нас... Я знаю, что потом этот выпуск посмотрят, наверное, все. Хит, конечно, обеспечен 100%, но чтобы его было поменьше, нужно все-таки постараться быть максимально объективным. Вот у нас такая вот получается штука. Давайте, я постучу. Еще чуть-чуть и будет литр. Вот, видите, ровно литр, да, есть. Сейчас мы ее сразу будем в место, куда необходимо забивать. И дальше высыпем, засыпем остатки, посмотрим, что у нас получилось. Спасибо, кстати, нашим партнерам с Техно Николь, что предоставили свой прекрасный материал PIR. Ребята, если интересно узнать об этом материале побольше, напишите в комментариях. Мы съездим на завод, расскажем про этот материал, почему мы его используем и какими свойствами он вообще обладает. Ну, в двух словах, на сегодняшний день у него самая низкая теплопроводность у всех существующих утеплителей. Поэтому для чистоты эксперимента он нам и нужен. Когда мы его засунем в этот прибор, чтобы у нас измерилась теплопроводность только самого материала, а эти поверхности минимально принимали участие. Давайте сейчас остаток туда забьем, посмотрим, что у нас получается. Так, давайте заполним. Там, наверное, ложечка, может какая-то другая. Больше литра получилась? Да, уже больше литра. Сейчас посмотрим, сколько получится. Все? Да, надо вытереть, чтобы лучше хорошо было видно. Тряпочка какая-то. Да ладно уж. За этим производителем я поухаживаю, остальных можете вытирать. Не видно. Получается 350. 180. Ну да, с этой стороны сними. Да, снял. Сейчас я давай здесь карандашиком. Посмотри, там видно карандаш, нет? Нет, не видно, камера не видно. Ну, поверьте мне, 1,380 здесь. В следующий раз надо ее промывать. Итак, у нас получился... А, вот, смотри. Все. Вот. Вот она граница. Ну, будем считать между 350 и 400, там, 1,360. Итак, у нас с одного литра получилось... С одного килограмма получилось 1 литр 360 с килограмма. Значит, здесь с килограмм у нас получилось 1,360 напишем. 1,36 литра. И производитель ставит 0,18 ватт. А, теплопроводность, давайте вот я вам покажу, где это написано. Вот, смотрите, температура. Так, сейчас. Да. Вот, теплопроводность 0,18 ватт. Соответственно, по этому показателю мы уже во второй части будем сравнивать всех производителей. Но в этой таблице мы сейчас это все зафиксируем. А, получается, меньше либо равна 0,18? Она может быть еще меньше? Она может быть меньше. Вообще, эта смесь, по идее, вообще вне конкуренции в России. Все остальные ставят... Ну, вы сейчас увидите 0,25, 0,22, 0,23. И 0,18 пока еще никто не осмелился поставить. Только они. Ну, она самая дорогая. Об этом потом. Следующий у нас идет производитель Хага. Что они у нас здесь пишут? Значит, они пишут. Количество воды на 25 килограмм смеси. 8,75-10 литров. Количество воды... А, о, они здесь пишут. Количество воды на 1 килограмм. 0,35-0,4. Спасибо, Хага. Не пришлось ничего калькулировать. Давайте посмотрим выход. Есть ли у них здесь данные по выходу. Масса мешка. А, масса, кстати, мешка. Они ставят 25 килограмм плюс-минус 2%. Ну, по-моему, они нормально показали. Расход сухой смеси на 1 блок. Они ставят по блокам. Мы поменьше берем 350 грамм на 1 килограмм. И должно получиться 1,2. Все, давай, выскорено, выскорено. Хотят они получить с 1,2, там написано, да? Добавить нужно 350 грамм на килограмм. Здесь, по факту, полтора. Здесь получилось 0,36. Пишут, что... Давайте 1-2 литра. Давайте посмотрим, что по факту получается. Ну, судя по всему, где-то, наверное, рядом. Консистенция, конечно, совсем другая, да? То есть, вот если в той у нас стоял даже этот мастерок, то здесь, ну, конечно, вот эта вот жидкая тема. Вероятнее всего, такой, конечно, раствор без сетки укладывать я не рекомендую. Потому что если добавить воды столько, сколько пишет производитель, то вот этот весь раствор провалится у вас внутрь. И, соответственно, у вас получится сильный перерасход. Поэтому, ну, придется делать сетку. Раствор получился очень жидкий. В отличие от того, какой вы успели заменить. Выжимайте все до последней капли. По-моему, пахнет наебаловым. Ну, это, конечно, даже 900 не доходит. Короче, ребята, что? Все, минус, минус 300 от заявленного. Так что писали 1,2, а по факту получили с 1,0,9. Ну, давайте, конечно, кто не верит, вот на свет посмотрим. Тут даже не доходит до 0,9, но мы поставим 900. Вот такая вот история интересная начинается. Так, что они по теплопроводности здесь все пишут? Теплопроводность ставят они 0,2 ватт. Смотри, я сюда все записываю. Потом перепишу в нормальную таблицу. Вот здесь то, что имеем, то, что хотим. Вот это вот. Не, мы не имеем это, нас имеем это. Ну, по факту получается так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И, конечно, жидкая плотность видна, другая. Не знаю, как они с такой плотностью будут в конкурсе участвовать. Так, следующее у нас Landhouse LM+. Landhouse LM+, что они пишут здесь у нас? Значит, теплопроводность 0,27 ватт. Воды, значит, нужно... Воды для затворения 8-9 литров на 20 килограмм. И пишут 25 литров плюс-минус 5% из 20 килограммов сухой смесь. Ну, во всяком случае, честно. Итак, значит, будем исходить из 8 литров на 20 килограммов. Посмотрим, что у нас получится. 25, да? 25 делим на 20. Получается 1,25 литра должно получиться в идеале. Значит, ставим 1,25 литра. И воды сколько у нас получается? 400 грамм на килограмм. А, 400 грамм, да. 400 грамм на килограмм. А, теплопроводность... Сколько они там писали? Погоди. Теплопроводность у них 0,27 ватт. 0,27 ватт. Видно там какие-то вот прям... Это что, перелит, да? Такое получается? Гранул. Прикольно. В том... Вот в том растворе я что-то их не заметил, честно говоря. Совсем, наверное, мелкие. Кстати, чем меньше, тем дешевле. Чтобы вы понимали. Если гранула большего калибра получается, отсюда и цена перлита возрастает. Поэтому написать, что раствор с перлитом... Ну, это так, чисто маркетинг. Соответственно, нужно тоже посмотреть, какая консистенция. Потому что если гранула целая, сферическая, она и работает по-другому. Ну, там 10 литров было. Двое. Сразу хочу предупредить каких-то из производителей, если кто-то захочет кинуть страйк на видео за использование своих логотипов, брендов, сразу об этом скажу, от кого прилетел страйк. И прямо к этому производителю сделаем отдельное расследование. Тогда уделим максимальное внимание. Только попробуйте заблокировать видео. В iOS предупреждают. Сокол с литра обещали. 1,2 вроде. Али бацаник. Обещали. Есть там еще что-то? Но если будет до краев, то это будет литр 100, наверное, где-то. И как раз, получается, норматив будет... То есть у нас получается, если кратность, цена деления 100, то здесь 100 даже чуть-чуть больше есть. Но, соответственно, 1,25 мы не получили, но будем считать, что 1,1. Да, 1,1 литра. Ну, а здесь написано было плюс-минус 5 процентов, а получили по факту 1,1. Итак, следующий у нас производитель. Это производитель у нас PIREL. Что они у нас здесь пишут? Давайте смотреть. Теплопроводность, значит, 0,2, 0,18, 0,17. ТКС у нас получается. Выход раствора не менее 1,1, 1,4, 1,6. Вот с этой маркировкой надо разобраться. Сколько чего у нас по воде? А, ну у нас получается вот эта смесь, потому что у нас же 24 килограмма, он показал, да? Соответственно, у нас маркировка вот эта 25-20, соответственно, выход в литраже с 1 килограмма, что получается, 1,1, то есть килограмм равен литру по факту, да? Сейчас нам надо найти только сколько воды лить. У нас производитель пишет, что у нас вот эта смесь. Мы должны добавить 340 грамм на 1 килограмм и получить 1 литр. Теплопроводность 0,2. Сразу запишем себе PIREL. Значит, имеем 1 килограмм 1 или 1 и 1 литра. Теплопроводность 340 грамм. Теплопроводность 0,20 ватт. Вернее, здесь хотим, здесь имеем. Посмотрим, что у нас получится с 1 килограмма. Но здесь вот гранула тоже такая достаточно крупная, похожая чем-то на обычный квикмикс. И, конечно, она гораздо крупнее, чем в той же самой Хаге. Поэтому консистенция здесь неплохая. Снимаешь, да? Ну, пока она, да, она что-то по рекомендуемому количеству воды. Рекомендуют они здесь 0,34-0,4. Ну, давайте 60 грамм еще добавим. Потому что пока что-то она не похожа на ту, из которой можно работать. Это все провалится просто-напросто. Это похоже вообще на полусухую затирку для кирпича. Ну, 50 давай добавим. Давай. Если видите, что смесь не замешивается так, как вам хотелось бы сразу, да, консистенции, вы не спешите, дайте, пожалуйста, ей постоять буквально 2-3 минут. Вот эти полимеры, которые находятся в составе смеси, они должны набухнуть, реакция должна начаться. Если уже потом, после повторного перемешивания, ничего позитивного не произошло, то здесь уже можно думать по поводу того, взбодрить или не взбодрить. Потому что вот у нас... Ну, она что-то перемешивается, конечно, хреново, честно говоря. Нет, а сейчас... Сейчас он постоит пару минут. Я думаю, что он нормальным будет. То есть воды нужно добавлять 400 грамм на литр. На килограмм, вернее. Тогда получается нормальная консистенция. Ну да, не жидкая, не такая, как в хаге. В хаге вообще что-то какая-то подлива, да, получилась реально. Многие продавцы, на самом деле, многое из того, что продают, вживую никогда не видели в работе. Я вам честно скажу, я никогда... Крикмикс я видел, видел там, допустим, Юсу, но я никогда не видел Хагуист, как она там продавать-продавали. Но то, что я сегодня увидел, я думаю, что для многих будет таким, ну, холодным душем по консистенции и вообще по всем вещам, и особенно для продавцам, для продавцов. Поэтому, ребят, смотрите то, что вы продаете, ну, и как бы главное с совестью уметь договориться, наверное. Меньше. Девятьсот, девятьсот пятьдесят, девятьсот шестьдесят. Следующий, это тоже бренда Pirell. Ну, типа, для бедных, я не знаю там как. Она такая самая дешевая экономичная линейка. У них получается теплопроводность, они здесь пишут, 0,22. Выход раствора. Так, у нас этот мешок по 25. 0,7-0,8 вообще, то есть в литраже с килограмма. И для затворения нужен 0,25-0,35. То есть, ребята, скупой платит дважды, да? Если мы помним, что в том же самом Квикмиксе в первом у нас с литра получился 1,360, ну, фактически 1,4, то здесь с литра получается 0,7. Их же, потому что у них написано. То есть, соответственно, чтобы вам получить, вам нужно в два раза больше этой смеси, чтобы получить такой же литраж. Ну, блядь, я не знаю. Это вот обычный человек должен точно это знать, сто процентов. Ну, и теплопроводность 0,22, да, получается. Мне интересно, хоть у кого-нибудь будет выход в литраже больше, чем написано? Пока у всех меньше. Пока из того, что мы взвесили, самое точное получил Супер Элл, да? Они ставят килограммы 1,1, а у них получилось 960, ну, практически. У всех остальных поменьше. Но зато они килограмм недовесие. Что-то вообще какая-то грустная. Честная 0,7 будет, да? Нет, 0,7 будет, да. Честная 0,7 будет, да? Честная 0,7 будет. Будет честная, да, эти мимо и честная 0,7. Но все равно, почувствуйте разницу, как говорится, да? Ну, да, практически 0,8. Здесь так и написано 0,7-0,8. Поэтому ставим в 0,8 литра. Значит, самый честный и самый дешевый? Ну, получается, самый дешевый, самый честный, но, к сожалению, в пересчете на то, сколько его нужно, получится не так-то уже и дешево, да? То есть, получается, тебе дешевого надо там чуть ли не в два раза больше, чем дорогого. Если там один мешок стоит условно самого дорогого, ну, там, к примеру, 500 рублей, а этот будет стоить 300, то тебе нужно вот этого за 300 условно купить столько же, сколько того и на 500, да? И, как бы, и перевозка уже, тебе больше машин нужно, чтобы его привезти. В одном случае, там, можешь одной машиной все вопросы порешать, а в другом случае тебе уже две машины надо. Так что, вот такие дела. Итак, значит, этот производитель ставит себе рекордные цифры. Они пишут 10 литров, и что с мешка может получиться до 30 литров готового раствора. Не менее 26-30, это, ну, как бы, серьезное заявление, потому что это на уровне самых-самых дорогих премиум растворов. Давайте посмотрим, что получится. Пишут они 0,4-0,5 литра, значит, на один килограмм. Ну, мы сейчас это и проводим. Проверим теплопроводность. Они у нас еще раз, какую у нас здесь ставят? 0,2 ватта. Хорошие показатели. Давайте проверять. В принципе, консистенция, в принципе, такая неплохая, на уровне таких нормальных производителей, типа Крикмикса, там, и Пирелла. Пока самая, еще раз повторюсь, самая такая простая консистенция была у Хаги, там вообще пыль какая-то. Поэтому давайте смотреть, что получится. 500 грамм воды. Что-то мне кажется, что перфекта жидко оперфектилась. Итак, что мы имеем по этой смеси? Мы имеем 1100. Да, 1100, реально. На сегодняшний день, вернее, как получается, на сегодняшний момент 1,1 литра, а было заявлено 1,3-1,5. Ну, что я могу сказать, пока получается, где-то на 20% меньше от заявленного выход. Интересно, и всем бренд остановит. Так, значит, пишут, что нужно 350 грамм чистой воды на, значит, на килограмм. Вот они, что пишут, что с одной упаковки получается 21-23 литра. То есть, соответственно, с 20 килограмм, ну, там, 1,1 литр должно получиться. Размешивается с рекомендуемым количеством, с минимальным хреново, конечно, что говорить. Пусть постоит сейчас еще. Помнишь первую смесь, какую делали? Такая прям аккуратная колобушка получалась. Приятно посмотреть. То это, конечно, рядом не валялся. Комкается вообще по-другому. Все. Видишь, что есть? То есть... Ну, однородности пока не получается. Сейчас, я думаю, 50 грамм, наверное, надо добавить. Ну, можно, ну, 60 давай. Теперь вот уже, как бы, воды добавили по верхней границе. Получается, сейчас уже консистенция, в принципе, мне нравится. Сейчас он чуть-чуть постоит, закиснет. И можно будет проверять. А в объем чуть-чуть увеличится. В принципе, выглядит очень неплохо. Погодь, не забрызгай меня. Ну, что, один-один. Все четко. То есть, можно прямо сказать, что это то, что доктор прописал. Как положено, как написано, так и есть. Но по верхней границе. Но по верхней границе. Итак, кладочная смесь Юса. Сразу, при всем моем уважении, хочу поставить жирный минус этому производителю. Потому что на упаковке отсутствует любая информация, связанная с теплопроводностью, связанная с количеством воды. Вот, что они пишут. Количество воды, необходимое для замешивания растворной смеси, зависит от погодных условий и влажности сухой смеси. Ё-моё. Консистенция готовой смеси должна быть густой. И тролливали, тролливали. Это мы говорили, мы писали, и ничего мы не сказали. Называется вот так, да. Чтобы нельзя было подтянуть ни за что. Поэтому будем опытным путем. Возьмем килограмм смеси, добавим 350 грамм воды. Если нужно, добавим 400. Посмотрим, что получится. Может быть, после наших испытаний производитель начнет что-то писать на своем мешке. Ну, видно крупные составляющие перлита. То есть, это не совсем прям пыль. Кстати, по ХАГу СТ я небольшой специалист с ним был, но обнаружил, что это разные мешки, у которых разная теплопроводность. Даже 0,16 есть и 0,18. Соответственно, мы сделали испытание на ХАГу СТ-ЛТ-200. У нас есть еще такая же ЛТ-160 и 180, поэтому будем уж тогда проверять все. Воды налили самый-самый минимум, 350 грамм. Раствор получается очень текучий. Вывод такой, что надо, наверное, грамм, может быть, даже и 300 наливать, но сами виноваты, ничего не написали. Поэтому сейчас подождем, пока он разбухнет, и будем замерять литраж. В принципе, получилось, конечно, жидковато. Такой раствор делать, конечно, нельзя. Мы за чистоту эксперимента решили переделать эксперимент с добавлением воды, потому что, смотрите, прям 350 добавили, и все растекается. Попробуем, да, попробуем сейчас, давайте, может, там, 250 попробуем налить. Нам не нужно никого подсаживать, мы хотим сделать как надо. А вот если бы производитель написал бы, сколько воды положено, то было бы гораздо проще. Сейчас еще чуть-чуть и посмотрим, сколько получается. Но по ощущениям, что-то здесь вообще маловато, да? Боюсь, что литр, может быть, с натяжки получится. Что-то вообще идет, попросим. Я чувствую, мне сейчас будет стыдно за все разы проданного теплого раствора ЮСы. Твою мать! 800 ровно. Вот так вот придется отмаливать грехи. И так у него получается на уровне промикса выход один в один. Добавили мы 300 градусов. Я предлагаю сейчас... Теплопроводность неизвестна. Я предлагаю, чтобы ЮСу, вернее, Хагу, СТ... Мы проверили самую холодную. Предлагаю сейчас проверить самую теплую, которая СТ-ЛТ-160. Потому что у нее очень интересна теплопроводность 0,16. И на этом закончим. Давайте посмотрим, что они здесь у нас пишут. Ну, теплопроводность, они пишут, 0,16. Объем готового раствора 2 литра с килограмма. А вот это уже интересно, да? Это уже интересно. То есть 2 литра с килограмма. Мы сейчас посмотрим. Такого я еще пока не встречал. Сейчас посмотрим, что они пишут. Сколько нужно нас налить воды. 17,5 килограмм сухой смеси. 0,55-0,65 литр на килограмм. Ну, давайте по нижней планке 0,55. У нас должно получиться, как производитель пишет, 2 литра с килограмма. Будет рекорд? Нет? Посмотрим. Вот такие вот дела бывают, да? Один раствор, другой раствор. Один замешал, там, раз, забил кубик. А другого вот здесь 2 килограмма в юсе. Ее еще не хватает для того, чтобы забить форму. Сейчас будем домешивать уже 2 с лишним килограмма на этот объем. Это получается такой, как бы, самый рекордный расход практически. Так, ну, по цвету вот этот самый чемпионский на бумаге. Хага СТ-ЛТ-160. Я не вижу здесь гранул. Я вижу здесь, ну, он отличается по цвету, да? Он самый светлый. Но я здесь не вижу ничего, с чего бы он должен был показать такие чемпионские характеристики. Консистенция очень мелкая, пылеобразная. Сейчас будем проверять, короче, пока я не верю. Ну что, момент истинный. Проверяем, получится ли 2 литра с килограмма. Ну, видно, конечно, по массе, что, наверное, литр здесь есть. Ну, что-то на 2, блин, у меня я сомневаюсь сильно. Ой, ой, ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, пускай ноги. Причем, причем мы налили воды столько, сколько написано у них по нижней планке. Любой может за нами проверить. И получился раствор, на мой взгляд, жидкий. Но раз пишут производители столько литий, я бы добавил, может, грамм на 50-60 меньше. Воды в 2 раза больше, чем дюйси. Да. А прирост всего лишь на 200 грамм больше. Ну да. На 30. Ну да. Короче, что у нас здесь? Ну, будем считать 1,1. 1,1. Давайте еще раз посмотрим, что они здесь писали. Объем готового раствора до 2 литра с килограмма. Ёб твою мать называется вот это. Да, ну что, ребят, заливаем наш раствор в формочке. Ждите следующей серии, где мы проверяем на теплопроводность. Подписывайтесь обязательно на канал. Здесь говорят только правду, как говорят некоторые известные блогеры. Слезно, он погуще стал? Ну, он стал погуще, но, честно говоря, консистенция вообще далека от той, которая удобна каменщикам работать. Вот такой вот все будет проваливаться в этот блок. Интересно, да, получилось такая жижа. Написано теплопроводность 0,16. Даже квикмикс с пеностеклом пишет 0,18. Мне прям интересно, что получится на этом, на теплопроводностное испытание. Боятся, а всем боятся. Продолжение следует...